В последние годы в Казахстане все больше популярность набирает пластические операции, как среди женщин, так и среди мужчин. На сегодняшний день пластикам подвластно почти все. Люди меняют не только форму носа или ушей, но даже выравнивают ноги. В народе пластических хирургов часто называют ювелирами. Однако такая популярность операции имеет и обратную сторону. Но несмотря на это, ежедневно во всем мире тысячи людей ложатся под нож, чтобы идеализировать свой образ. Пластическая хирургия в Казахстане стала развиваться где-то порядка 10 лет назад, может быть даже чуть больше. Это, видимо, связано с тем, что Казахстан стал развиваться как страна очень интенсивно. Появились большие возможности, у людей повысилось благосостояние. И пластическая хирургия, она как раз всегда следует за тем и развивается в той стране, где люди больше внимания уделяют своей внешности, больше внимания уделяют качеству своей жизни. И Казахстан, он стал наряду с мировыми державами, вот такой страной, где начала развиваться пластическая хирургия. Это один из показателей благосостояния населения. В течение 10 лет, в которых я работаю в пластической хирургии, количество операций, конечно, значительно увеличилось. Чаще всего, это как везде в мире, делаются операции на веки, на ушки, на грудь. То есть везде по статистике тенденция одна и та же. То есть везде в мире проблемки именно связаны с такими возрастными изменениями или врожденными изменениями, которые люди хотят поправить. В зависимости от того, что мы делаем, возраст бывает абсолютно разный. Бывает, что у человека, допустим, та же самая лопоухость может быть и 18 лет, а может и возрастные изменения какие-то, люди с возрастом хотят что-то поправить. То есть возраст, диапазон большой. От раннего возраста до уже возраста такого, более пожилого. В основном нашим услугам пользуются женщины. В 95% видимо, где-то так. Пластиков в переводе с греческого означает создавать форму. Первые процедуры пластической хирургии проводились до нашей эры в Индии и Древнем Египте. Время летит и наука развивается. Сейчас уже ни для кого не секрет, что данный вид услуги является одним из самых успешно развивающихся отраслей медицины. В первую очередь это благодаря высокому спросу потребителей. По мнению экспертов, наиболее развита пластическая хирургия в США и Корее. В Казахстане также за последние 10 лет значительно возросла популярность использования пластических операций в специально построенных для этого клиниках. Длительность операции колеблется от 20 минут до 3 часов. Сегодня это стало обыденной услугой. И желающих изменить что-то в себе день до дня становится все больше. Спрос пошел, потому что не только сейчас, если раньше к пластическим хирургам обращались, женщины уже в возрасте, и у кого какая-то резкая патология. Сейчас это массово, я знаю очень много молодежи, сейчас 20-25 лет уже начинают делать себе нос, выпрямляют глаза, европейское лицо делают. И главное еще, среди мужчин очень много пациентов сейчас, которые прибегают к пластическим хирургическим вмешательствам. Они тоже делают глаза себе, подбородок убирают. Я знаю вот таких мужчин даже некоторые, которые делали себе операции. Ну, люди, видимо, стали хорошо жить, наверное, спрос, стали за внешней следить. Многие делают не просто блефоропластику, сейчас модно, вот до того усовершенствовались хирурги, они делают не только глаза, сразу челюсть меняет, нос выпрямляет, сразу и лоб, и губы делает. Даже такие сложные операции делаются, вот в клиниках я знаю, сразу ноги выпрямляет, удлиняет, и руки, и убирает, и живот, и все сразу, все в комплексе делается операции. Мое личное мнение, лучше, если нету явных, прям сильных патологий, сильные, ну, лучше остаться, чем дольше остаешься, натуральный будет, ну, потому что любое вмешательство операционное, оно все равно последует какие-то вот, ну, какая-то, я думаю, патология будет. Это рискованно, во-первых, это хорошо, если повезет тебе, если, ну, все идеально. Но я не понимаю, когда молодежь, вот это молодые девушки идут, 20-25 лет, они тоже делают глаза. Но в Японии, в Корее очень модно, там молодежь уже с 18 лет делает операции пластические. Нужно делать, кто хочет, потому что это и психологически дает человеку уверенность, что-то вот. Многие девушки тоже из-за того, что стесняются, комплекс вырабатывается у них, кажется, что узкие глаза, что у них, когда они делают эти операции, они преображаются, у них уверенность появляется, они достигают цели в жизни. Ну, я считаю, что некоторые вынуждены делать операцию, так как не все у нас в мире красивые, но эти операции, они вредные, но они не должны быть, потому что как мы есть, таки мы и должны быть. Операции, потом видно же, что после них творится. Первое время красиво, а потом ужастико. Я ничего не вижу в этом плохого, мне кажется, это совершенно естественно в наше время. У кого-то свои комплексы, может быть там, у кого-то ухо торчит. Вот у меня, например, торчало ухо, я себе его пришила, и вы знаете, я не расстраиваюсь, что оно у меня теперь пришито. Во-вторых, там у людей, там, ну, бывает все всякое разное, бывает после операции люди, бывает после трагедии, там, после аварии, им приходится это делать. Это ничего плохого в этом нет. Я это вообще рассчитываю нормально. И я бы, например, вот, если бы у меня были деньги, я бы себе что-то бы даже изменила. Ну, я считаю, что в наш век это как-то, ну, молодежь больше делает себе... Мне кажется, они и так красивые. Пластическая операция как бы вредна. Я бы никогда не сделала пластическую операцию. Я считаю, свое это от Бога, я считаю, что это лучше свое от настоящее, чем что-то искусственное. Я думаю, что пластические операции, вот, допустим, молодежи лучше не делать, да, допустим, если прям таких уродств нет от природы, да, то можно, да, делать, если у тебя какой-то дефект. А если нет дефекта, то лучше своими силами похудеть, там, или там, на чистку сходить какое-нибудь, там, тело, организма, лица. К пластическим операциям я отношусь нейтрально. Не знаю, себе бы не стал делать пластическую операцию. Во-первых, то, что дано природой, оно пусть так и будет. Не спорю, быть может, там, при авариях, при каких-то дефектах, тогда можно исправить. А так, для, там, увеличения губ, вот этого, бардака. Своей жене я бы ни в коем случае не позволил сделать пластическую операцию, так как все должно быть, еще раз повторяю, как есть. Однако, как сказал известный немецкий поэт-публицист Генрих Гене, единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Прежде чем потянуть такой шаг, взвести все за и против, ведь главное не сделать этого в ущерб себе.